Всем привет, ребят! Сегодня посмотрим, как работает игра Call of Duty Modern Warfare 2. Компания. Ремастер на Xbox Series S. Весь игра 42,6 гигабайт. Давайте запустим, ну и посмотрим на саму игру. Работает игра у нас при разрешении 1080p и 60 кадров в секунду. Фузи 60, да. И не нужно путать эту игру с новой игрой Call of Duty Modern Warfare 2, которая просто Modern Warfare 2, это перезапуск серии, которая вот буквально вчера только вышла, доступна стала. По настройкам, что у нас здесь есть вообще? Звук, графика, тут у нас можно только вот эти вот разнообразные, знаете, метки прицела, отображение крови, альтернативная цветовая схема и, конечно же, метки попадания яркости, границы экрана, все, что можно настроить. О системе, звук, как настроен у меня, ну и управление, все по стандарту, я ничего вообще не трогал. Давайте, новая игра. Эта игра представляет собой полностью переработан в версии оригинальной кампании Call of Duty Modern Warfare 2, выпущена в 2009 году, если просто наш событие является вымышленным. Продолжить. Эта игра в том числе сохраняется, вовремя продолжить. Все. Не нужно путать, опять же, повторяю, этот Modern Warfare 2 ремастер и сейчас, который Modern Warfare 2 выходит. Да, с названием у них, конечно, проблема, не знаю, почему нельзя было по-нову как-то назвать, но там перезапуск серии, поэтому это понятно почему. Жаль, что все пропустить нельзя, придется все это смотреть. Музыка, конечно, это ужас. Ужас музыка. Так, это у нас Price. Да-да-да-да-да-да, все то, все то, все правильно. Суп. Да, классно. Ждем, нельзя это, к сожалению, пропустить. Титры, субтитры. Классно. Full HD 60 FPS, должны быть стабильные. А ремастеры, это все-таки, как-никак, переработанная графика, немножечко переработанная игра, геймплей, ну, ждем. Так долго это ужас, только ждать всего, ужас, просто вот эти вот все, какие-то субтитры, блин, ужас, все зелененькое. Имрам Захаев. Хм. Начало такое, ужас. Долгое. И, заметьте, игра, как и все остальные части Call of Duty, полностью приведи на русский язык. Субтитры, озвучка, текст, абсолютно все на русском языке. Вот, наверное, единственный такой прям масштабный плюс этой Call of Duty, вообще всех Call of Duty, что навсегда на русском. Это классно. И прям очень хорошо переведено. То есть, актеры, озвучки, которые здесь подобраны, прям очень хорошо подходят к этим персонажам, которые они озвучивают. Классно. Долго, как бы, посмотри, все показывают, будто бы ты играешь не в игру, а смотришь фильм. Прикольно, прикольно. Пять лет спустя. То есть, вот эти вот события сейчас, которые показали пять лет спустя, как я понял. Modern Warfare 2. Да, игра у меня становится на внешнем жестком диске. Я не стал внутренне создать, ну, если можно навести в жесткий постать, почему нет, да и показать, как это все будет вообще работать, загружаться, грузиться. Меняется, что-то остается прежним. Границы меняются, приходят новые игроки, но власть всегда... Классно озвучка. Класс. Мы дрались бок о бок с русскими. Они ненавидят нас за это. Историю пишут победители. Лично я думаю, что мы победили. Как всегда. У них всегда. Мы всегда победили, мы лучшие, нормально. Приходит еще более. Имран Захаев, герой новой России, было написано вроде, когда. Новые страны. Новые цели. Новая идеология. Вчерашние враги, нынешние новобранцы. Учите их сражаться и молитесь, чтобы они не возненавидели вас за это. Имран Захаев, герой новой России, да. Hero of the North Russia. Так, Соединенные Штаты, армия. День, другой, беда, все та же. Вы знаете, чего я ищу, сержант Фоули. Будьте начинку. Блин, ну, начало, промеряй, буду будет и фильм, смотришь, какой-то боевик. Пошлю к вам самого лучшего. Ну, погнали. Это, представляешь, это 4 минут почти начало, просто-напросто, чтобы ты начал играть. Ужас. Курс Молдова-21, первый рядовой, первого класса Джозеф Аллен. Острино графику. Блин, прикольно. Прям неплохо. Да, лесенки есть. Конечно же, есть лесенки, вот, посмотри. То есть, вдаль смотришь, перемещаешь ими на камеру, и вот, смотри на забор, и прям видно, как лесенки переливаются из одной лесенки в другую лесенку, посмотри. Скажите, что я имею в виду. Да, лесенки есть, ну, блин. Все, ну, графика неплохая. Давай. Удерживать взять. Вибрация приедет на тоже, когда взял. Давай постреляем. Так. А, не использовать. Хорошо. Приятная вибрация. Да, графика, ну, блин, она неплохая. Вот, прям, серьезно, неплохая. Но, если ты будешь сматриваться, придираться ко всему, то, я опять же говорю, лесенки увидишь, увидишь мультицо небольшое. Ну, давай. Давай. Прежде чем открывать огонь, прицельтесь как следует. А, все, понял. То есть, он не хочет, что прицелился. Видишь? То есть, убираешь в сторону прицел. Цель такая, вот эта вот, кружочек, по которому нужно стрелять, она такая размытая. Наводишься. Детализирование становится. Прикольно. Ты что-то варя там, посмотри. Там баскетбол играют. Вон там мыль. Мыло-лесенки. Если мишень находится близко к месту, куда вы целитесь, то при взгляде через прицел оружие само наведется на нее. Автонаведение? Да, автонаведение, как он и сказал. Ну, ладно. Оружие само наведется, да, как в жизни прям. Все? Да. Отлично. Ну, в упор смотришь, вроде бы неплохо, так выглядит, более чем. Давай-давай. Так, а портите цель сквозь дерево? А ну давай. Класс. Достигну, который точка. Давай. А, гранаты кидать. Как всегда. Давай. Ростик, граната так, чтобы поразить сразу несколько целей. Так, а, да, все взял. Ничего себе. Три штуки взял. Четыре даже взял. Так, ну давай. Неплохо. Сейчас сюда наверно буду кидать, да? Или сюда. Спасибо, рядовой, Ален. А, все? Идите на полигон. Спасибо. Генерал Шепард. Ну давай. Смотри, смотри, смотри. Лица, как выглядит, тоже можно посмотреть. Видишь. Ладно, пойдем. Кстати, ну-ка, если я по бутылке выстрелю. А, нельзя здесь стрелять. Ну, как мыльно становится там вдали. Ладно. Все понятно. Нажмите, чтобы открыть список заданий. Это понятно. Все, пойдем. Класс. Так, вниз. Давай взять удерживать дезерт игл, поставить оружие вниз. И что дальше? С возвращением на полигон. Генерал Шепард хочет взять одного из наших для спецоперации. Он лично приехал с проверкой. Ага. Окей. Итак, пистолет у тебя уже есть. Да, есть. Теперь выбери винтовку. А, просто поменяйте все. Ну, выбрала я и что? Хорошо, теперь опять пистолет. Да, давай. Видел, как быстро? Да ладно. Пистолет быстрее, чем перезарядить винтовку. Да ладно, серьезно. Улыбайся и бей в цель. На тебя смотрит Шепард. Да все, давай, пускай меня уже. Если ты хочешь. Как долго? Ну, ладно. А, вон он смотрит, кстати. Не начнется, когда выскочит первая мишень. Зачите первая мишень. Ну, давай. Перезарядимся. Убита гражданских одного из 11. Тек. Так, гражданский. Негражданский. Негражданский. Так, это ребенок. А это кто? Это бандюк. Так, хорошо. Ой-ой-ой. Ну, можно было с приклада. Да, как раз таки так и нужно. Так, бандюк. 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 Да. А, и обратно все. А, это ребенок. Бандюк. Бандюк. А, кого я убил? В смысле, я не попал уже по ребенку. По ребенку попал. Ладно. Ваше время 57 секунд. Да. Рекомендивная сложность рядовой. Тут еще оружие можно поменять. Все, пойдем к своей команде. Давай. Нам это уже не нужно. Рядовой рекомендуется. Давай рядовой рекомендуется. То есть здесь даже сложность выбирается, когда ты проходишь эту вот полосу. Прикольно. Смотри, выбегают. Класс. Ну, графика, конечно, именно текстуры, сетап текстур, вот этих вот именно. Видно, что сами по себе текстур, они уже такие старенькие. С нынешней графикой, конечно, не сравнится, но все же это все равно неплохо. Full HD 60. Нормально. Где-то, знаешь, средние, низкие, средние даже, наверное, текстуры. Настройка графики именно. Каждая битва, наша битва. Происходящее здесь может иметь далеко идущие последствия. И мы не будем в стороне. Озвучка класса. Ваша судьба сейчас зависит от того, сможете ли вы научиться использовать современные методы ведения войны. Будто бы, я вот серьезно говорю, ты просто-напросто смотришь какой-то боевик. А это, друзья мои, стоит дороже целой военной базы. Класс. Конечно, это важно, у кого самая большая дубина. Но не менее важно, кто ее размахивает. Пришло время героев. Время легенд. Генерал Шепард. Историю пишут победители. За работу. Такой брифинг перед миссией. Такой настрой. Командный игрок. День первый, рядовой первого класса Джозеф Аллен. Первый батальон 75-го. Не стоит даже прочитать. Ужас. Так. А, нас просто оглушили все, да? А это кто такой? Шепард. Ну, погнали. Погнали. Так, минус один. Вибрация здесь приятна. Вот что-что. А вибрация мне здесь нравится. Прям ты чувствуешь, будто бы ты с автомата стреляешь. Тебе так отбивает руку. Так. Мне сюда не надо. Значит, мне сюда нужно. Так, минус один. Еще минус. Радометчик, кстати. Давай, наверное, мы ближе подбежим. А, вот так вот. Повыше. Я понял. Чуть повыше. Вот так вот. Да, попал. Замечательно. А я перейти, кстати, здесь почему-то не могу. Достижение сразу же. Тройной удар. Понятно, то есть я убил многих. Класс. Я, наверное, думаю, что вы слышите эту вибрацию. Вибрация приятная. Так. Что там? А, вот оно что. На. Хорош. Отлично. Опять два зайца убить двух противников одной пули. То есть, смотри, вначале прям ты очень много достижений получаешь. Почему не могу перейти? Цель подтверждена. Я просто-напросто не могу перейти. Остался на этом месте. Так, пять патронов еще у меня. Ух, подствольных ужас. Но этот подствольный гранатомет. Задание будет сядьте в машине. Специально здесь они сидели, да, за скриптованной, чтобы я не мог подняться. Все же скриптованная. Сейчас сид живет. Сядьте в машину. Ну, поехали. С пулемета вот это мощь. Давай раскрутим. Класс. Вибрация. Ты даже когда просто раскручиваешь на ЛТ, прицеливаешься, пулемет раскручишь. Уже вибрация. Прям, послушайте. Ужас. Блин, прикольно. Прикольно. А, начнешь стрелять? Прям вообще. А, не стрессовый. Я своего убил. Просто-напросто выстрел своего. Ну что, ребят, как-то вот так вот работает игра. Call of Duty Modern Warfare 2 ремастер. Не путать с обычным. Каудин Modern Warfare 2, который сейчас вышел. На Xbox Series S скорость загрузки ведет, довольно-таки быстро загружает сама игра. Работает игра при разрешении FullG 1080p и 60 кадров в секунду. От защищенного управления. Более-менее нормальная графика. Понятно, лесенки видно. Но игре уже сколько лет. Здесь не в этом смысл. Главное, чтобы она плавно работала. И без просадок. И с более-менее хорошей графикой. Если тебе понравилось видео, то можешь подписаться на канал. Оставь свой лайк. Ну и, конечно же, написать комментарий, что ты думаешь о данной игре на Xbox Series S. Также ты можешь подписаться на мою группу ВКонтакте. Призоединиться к дискорсеру, подписаться на мой инстаграм и вступить в мою группу Телеграм. Все ссылочки будут в описании. До скорой встречи, ребята. Пока. И уже совсем скоро увидимся. Вас понял, Хантер 2.